1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ. Впервые эту дату провозгласила Всемирная организация здравоохранения в 1988 году. С 1996 этот день проводит организация UniAids. Это не только день памяти жертв заболевания. Это дата, когда государственные, общественные и медицинские организации по всему миру проводят просветительские мероприятия. О просвещении и диагностике, основных задачах этого дня, а также о том, какими мероприятиями в Саратове отметили Всемирный день борьбы со СПИДом, поговорим с главным врачом Саратовского центра СПИД Любовью Потеминой. Любовь Петровна, здравствуйте. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо за приглашение. Любовь Петровна, я знаю, что традиционно для этого дня выбирается девиз. Какой девиз Всемирного дня борьбы с ВИЧ в 2017 году? Ежегодно отмечая, как бы обозначая, наверное, не отмечая, обозначая данную дату Всемирного дня борьбы со СПИДом, потому что объединяется все сообщество, не только государственные, но и общественные организации, все наши медицинские организации, и также помощники – это наши волонтеры. Конечно, это говорим о здоровье, что жить без ВИЧ-инфекции можно, жить с ВИЧ-инфекцией можно, и люди живут. 1 декабря, это ежегодно, утверждается наш комплексный план. То есть мы все вместе, все ведомства, все службы, и, как я уже говорила, и общественные организации, и волонтеры проводят все мероприятия, которые позволяют населению еще раз, или население еще раз должно получить ту информацию, которая на сегодняшний день есть. Что знают простые саратовцы о ВИЧ-инфекции? С этим вопросом мы обратились к ним. Давайте вместе посмотрим наш опрос. ВИЧ-инфекция А СПИД уже без понятия. Как ген, ДНК. Будет одно и то же, можно сказать. СПИД, ВИЧ – это разновидность гепатитов. Летальный исход этого заболевания. СПИД уже обречен, а ВИЧ-то можно лечить. И жить. Могут жить, я думаю, полноценной жизнью, просто как-то поддерживать свое здоровье каким-то препаратом. Терапия главная, насколько важна. Да и то, и другое нехорошо. Все плохо. Любая болезнь плохая. Любовь Петровна, одна из задач – это не только профилактика ВИЧ, но еще сообщество говорит о том, что нужно бороться с дискриминацией пациентов с ВИЧ. И дискриминация – слово еще более-менее понятно для нашей аудитории, но есть еще используемое слово «стигма». Вот что это такое? Дело в том, что ведь и дискриминация, и стигматизация, они как бы носят одинаковый характер. То есть здесь не клейми, не рассказывай, что он ВИЧ-инфицированный, да, окажи ему помощь, да. А вот эта вот дискриминация и стигматизация, значит, отторжение его из общества, из социума, где он находится. Ведь здесь и направление нашей всей работы заключается, чтобы не было отторжения. Например, поступает в медицинское учреждение ВИЧ-инфицированный. Узнав, что он ВИЧ-инфицированный, они его должны вроде бы отторгнуть. У нас этого нет. То есть, понимаете-ка, идет кто-то узнал, кто-то рассказал, что идет ВИЧ-инфицированный с педоноской. Понимаете, это стигма. Узнают на работе, что ВИЧ-инфицированный, увольняют с работы. Почему? У нас существует законодательство, когда не имеют права, почему с гепатитом не увольняют. Узнав, что ВИЧ-инфицированный, увольняют и какие-то разговоры ведут. Но я могу сказать, уже вот на сегодняшний день, и когда мы говорим, все же 1 декабря ежегодно подводятся какие-то итоги, какие-то тенденции, проблемы, которые решены, не решены, дальнейшие должны приниматься какие-то решения. Я могу сказать, что к настоящему времени, именно по отношению к пациентам, которые имеют ВИЧ-статус, никакой дискриминации, никакой стигматизации мы, во всяком случае, не наблюдаем. Любовь Петровна, существует ли сейчас проблема информирования людей? Или даже, скорее, проблема большого количества информации и закрытых ушей человека, когда информация есть, а человек так ее и не получает, она до него так и не доходит? Это, естественно, как и ученик. Учитель ему говорит одно, а он не слышит. Потом получает отрицательную, так сказать, отметку. Что касается информирования населения, я могу сказать, что на сегодняшний день информационными, так сказать, материалами, всеми доступными средствами, что ВИЧ-инфекции есть, что как нужно себя уберечь, какие пути передачи, как не заразиться, как заразиться. Вот проблем с информированием населения на сегодняшний день не существует. Обращаясь на сегодня, напоминая сегодня, милые женщины, молодые женщины, молодые мужчины, берегите свое здоровье, проверьте свое поведение внутри себя, оцените и сдайте, проверьте свой ВИЧ-статус. Любовь Петровна, как Вы стараетесь проводить Ваши акции? Потому что 1 декабря отмечается не только одним днем в Саратове, насколько я знаю, это целая неделя мероприятий. Значит, ежегодно, я уже говорила, что все мероприятия, они утверждаются, согласовываются и проводятся 10 дней у нас по территории Саратовской области, 10 дней до 1 декабря, 10 дней после 1 декабря. Включаются и Министерство молодежной политики, и Министерство образования, проводятся круглые столы, проводятся анкетирования, проводятся вопросы-ответы, проводится вот у нас трамвай здоровья, где население уже может почитать и будет получать наглядную агитацию, и могут сдать и получить сразу результат. Это, мы говорим, тестирование быстрыми тестами. На всех муниципальных образованиях также пройдут все те мероприятия, которые организовываются и волонтерами, и лидерами, учащимися школ, учащимися, которые и студенты, и средние колледжи у нас. У нас огромная работа и в библиотеках, и в кинотеатрах, и лечебные учреждения, и на муниципальных центрах здоровья, где именно все, все, все. И у нас с вами, и у наших зрителей сейчас есть возможность посмотреть сюжет о том, как проходили мероприятия в Саратове, посвященные Дню борьбы со СПИД. Тематические семинары, лекции, всевозможные акции и выставки. Это неполный список форматов, которые задействует Саратовский центр СПИД к 1 декабря. В этом году специалисты центра и волонтеры освоили и новые площадки. Например, ретро-трамвай «Семен» на пешеходной Волжской стал импровизированным пунктом для сдачи экспресс-теста на ВИЧ. Все люди должны знать о своем ВИЧ-статусе. Это очень важно для каждого человека, но это, как вы знаете, проводится для молодежи. То есть основная акция и проходит у нас, и приходят часто молодые люди. Во-первых, очень маленькая информированность населения. Мы проводили анкетирование. В связи с этим люди не всегда имеют представление, что такое ВИЧ. И они думают, что лучше жить в неведении. Пришли люди, которые специально пришли именно сегодня, именно на этот анализ. Читали анонсы в СМИ и поэтому были, да, сознательно пришли самостоятельно. Потому что, во-первых, это экспресс-метод. В отличие от поликлиники не нужно ждать несколько дней, а узнаешь сразу за пять минут. Большая информационно-профилактическая акция «Красная ленточка» прошла и в одном из торговых центров. Тематическая фото-выставка, познавательная викторина, раздача информационных листовок и даже квест. Важную информацию о ВИЧ и СПИД специалисты и волонтеры старались донести до широкой аудитории. Пока участники квеста проходят все локации, для посетителей Наркового центра организовано несколько площадок. Танцевальная, аквагрим. Но наиболее оживленный интерес вызвал возможность пройти экспресс-тест на ВИЧ и СПИД. Несмотря на то, что проверка на ВИЧ неизменно вызывает интерес у простых саратовцев, главной целью акции специалисты СПИД-центра считают распространение информации. Ведь именно знания могут помочь защитить себя от вируса и остановить эпидемию. Любовь Петровна, кого стараетесь привлекать к акциям? Это касается и аудитории, для которых эти акции организуются, и волонтеров, которые у вас задействованы? А мы ежегодно, конечно, количество лиц, которые волонтеры, это действительно группа, и она расширяется, желающие на добровольной основе проводить и предоставлять ту информацию, которую на сегодняшний день по ВИЧ. Есть, наверное, даже волонтеры, которые ни один год с вами сотрудничают? Нет, они у нас пополняются и привлекаются, привлекаются. И поэтому у нас при Министерстве молодежной политики, у нас есть «Молодежь плюс», мы готовим этих волонтеров именно специфическим вопросом, если они раздают наглядную агитацию, наглядные памятки, брошюры, они все это принимают очень активную часть. Нашим экспертом в сегодняшней программе станет волонтер, один из участников акции, который проводит спид-центр 1 декабря. Давайте послушаем, что он ответил на наши вопросы. На мой взгляд, большинство людей просто не знают о ВИЧ-инфекции, и поэтому эти акции, они просто необходимы для того, чтобы люди больше знали информации. И на наших мероприятиях, которые мы проводим для людей, люди задают вопросы о том, как передается ВИЧ, почему, как заразиться. Ну, в общем, различные самые банальные и простые вопросы. Также мы рассказываем различную информацию, и, мне кажется, нам доверия идет больше, так как мы со стороны медицины, мы медики. И у нас вот не просто мы приходим и рассказываем студентам, также мы в школы ходим, рассказываем, не как читаем лекции, а проводим в виде тренинга. То есть мы рассказываем равное-равному, например, студент-студент, у школьника-школьника, потому что так намного легче передается информация, нежели чем учитель, например, или родители об этом рассказывают. Как бы доверия больше, и общение уже, я считаю, как бы сверстник со сверстником общается. Вы в рамках акции не только информируете, но вы также проводите тестирование. Вот существует ли какая-то статистика непосредственно по срокам акции? Вот какое количество выявляется именно вот в эти дни? Нет. Что такое выявление? А, оценка привлеченных и добровольно пришедших. Сколько людей прошло тестирование? Я говорю, что ежегодно, 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 и у нас и даже вот на постоянной основе обследуются вот где-то при акциях до 4 тысяч, обязательно привлекаются. Чуть больше о цифрах мы с вами можем прямо сейчас узнать из нашей рубрики «Инфографика». Посмотрим на экран. Первый случай ВИЧ-инфекции в СССР был зафиксирован в 1986 году. С 1996 года врачи начали фиксировать рост инфицирования среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. С 2003-го растёт число заражений половым путём. Он лидирует до сих пор. В 2017 году доля полового пути передачи ВИЧ превысила 75%. Любовь Петровна, расскажите, пожалуйста, о достижениях Центра СПИД за последний год. Потому что год уже подходит к концу, мы уже можем подвести некоторые итоги, я так думаю. Те мероприятия, которые обозначены стратегически по всей России и Всемирной организации здравоохранения, это, конечно, рождение. И был у нас самовыполняемый указ президента, что при существующей химпрофилактике, раннему выявлению, дети могут рождаться именно без ВИЧ-инфекции. Сохранение здоровой домографии – это действительно одно из направлений России и, конечно, Саратовской области. На сегодняшний день мы практически имеем единичные случаи рождения, получения ВИЧ-инфекции от матери-ребенка. Единичные. И поэтому то, что мы на сегодняшний день имеем 151 одного ребенка по перинатальному контакту, это, я говорю, с момента, то есть с общего количества, начиная… Всего начиная с 1996 года. Конечно. Это более 3000, около 3000 мы родили. Детей из них сколько-50. С момента регистрации первых случаев ВИЧ-инфекции и с момента рождения живых детей от ВИЧ-инфицированных, это было около 3000 вот на сегодняшний день таких живых детей, мы сняли с учета, с учета практически 94%. Это огромное достижение. Вот на сегодняшний день, благодаря проведению информирования населения, все же тенденция к снижению, снижению получения новых случаев, как факта заражения, например, в 2017-м, тоже снижается. Но рост по статистике, да, ежегодно у нас увеличивается количество выявленных, лабораторно поставленных на учет. Это за счет того, что пациенты, они не приходят. Да, может быть, у него и ВИЧ-инфекция, но они приходят уже через 5-6 лет. В необратимой стадии. Да, они, нет, необратимая стадия. То есть мы вытягиваем пациентов, благодаря, вот опять, опыту, благодаря профессионализму наших специалистов, конечно, то, что есть лекарственные препараты. И со СПИДом у нас более 500 пациентов, которые наблюдаются со СПИДом. Когда мы выявляем, обращается пациент уже в стадии синдрома какого-то вторичного заболевания, то есть на фоне ВИЧ-инфекции, мы его лечим. И они здравствуют и продолжают принимать лекарственные препараты, пожизненно наблюдаются за именно эффективностью, то есть работают со специалистами, выполняют рекомендации, и они живы-здоровы. Результаты вашей работы действительно очевидны, но какими вы видите идеальный результат работы центров СПИД? Какой может быть идеальная картина в нашей стране или в нашей области? Понятие «идеальное» здесь, наверное, не настолько подходит к здравоохранению, потому что здравоохранение пожинает плоды, именно конечный результат. Это борется уже со следствием. Конечно, то, что достигнуто на сегодняшний день, может быть, не в том полном объеме, но видя вот эти достижения, видя вот этот профессионализм, видя результат, самое главное, пациент, который понимает, принимает свое заболевание, заболевание удовлетворяет доктора своим пониманием, что у него ВИЧ-статус. Он обеспечивается лекарствами, он также улыбается, он также приходит, говорит спасибо, приходит, говорит, что у него все это хорошо. Детей приводит, все занимаем с учета. Это «идеальное». Вы понимаете, вот видя, наверное, специалист любого профиля. Идеальность – это, наверное, удовлетворенность пациента по его отношению и сознанию даже то, что он имеет. Как видит идеальный итог этой акции волонтер, который в них участвует, узнаем прямо сейчас. Мне кажется, идеальный результат – это то, что людей, которые имеют ВИЧ-заболевание и спит уже потом, их не нужно огораживать, не нужно от них как-то относиться к ним иначе. Они такие же люди, как и мы. Именно проявлять толерантность к этим людям, то есть так же общаться и, в общем, не отодвигать их на задний план. Итог этих мероприятий, он направлен на то, чтобы люди, они не оттолкали тех людей, которые имеют эти заболевания, то есть ВИЧ и СПИД. Ну и так же направлен на то, чтобы люди, они больше следили за собой, чтобы они не заражались ВИЧ-инфекцией, как-то вели здоровый образ жизни и издавали анзнализы, проходили обследование на ВИЧ-инфекцию. Любовь Петровна, я думаю, что нам сейчас стоит посмотреть рубрику «Мифы и реальность», потому что их вокруг инфекции ВИЧ и СПИД очень-очень много. ВИЧ и СПИД – разные болезни. Миф. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, который поражает клетки иммунной системы. Когда заболевание затронуло большинство клеток иммунной системы, начинается более сложный анамнез под названием СПИД. Таким образом, СПИД можно считать последней стадией ВИЧ. ВИЧ всегда переходит в СПИД. Миф. Чтобы разрушить иммунную систему, вирусу в среднем надо 8-10 лет. Но антиретровирусная терапия способна помочь справиться с вирусной нагрузкой и отсрочить стадию СПИДа. При стабильном приеме верно подобранных препаратов стадия СПИДа у больного с ВИЧ может и не наступить. Меня это не касается. Миф. Знать о ВИЧ и СПИД должен каждый, ведь эпидемия перешла в генерализованную стадию. Пути передачи, меры предосторожности и даже адаптации людей, живущих с ВИЧ – информация, которая поможет остановить эпидемию. Поэтому ВИЧ касается каждого. Любовь Петровна, большое вам спасибо за то, что сегодня пришли к нам в студию и так подробно рассказали обо всех мероприятиях, которые проходят в Саратове и в области к 1 декабря. Спасибо вам. Мы готовы с вами сотрудничать для того, чтобы каждый знал, у нас гражданин, что такое ВИЧ-инфекция и что такое СПИД. И своевременно обследовался на ВИЧ-инфекция и не игнорировал, а приходил к специалистам Центра СПИДа. Спасибо вам. На этом наш выпуск сегодня подошел к концу. Вместе с главным врачом Саратовского СПИД-центра Любовью Потеминой сегодня мы говорили о важной проблеме ВИЧ и о том, как день борьбы с ВИЧ отмечают в Саратове. Потому что это касается каждого. Пересмотреть наши программы вы всегда можете на сайте saratov24.tv. А подробную информацию о ВИЧ можете найти на сайте Саратовского центра СПИД. С вами была Мария Карманова. До новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова